Чёрные клавиши Чёрные клавиши Чёрные клавиши Крышкой вот так вот все это билось. В итоге я поняла, что надо оторвать ноты, вот эти клавиши, тогда заниматься невозможно будет. Мама нашла. Но это не про мою маму, понятно, да, что все это было, что нашлось. На клей момент кое-как кривенько прилепилось. Марина благополучно закончила школу имени Шостаковича, дирижерское хоровое отделение. Но заканчивая его, я абсолютно была уверена, что я больше никогда в своей жизни свяжу с музыкой. Потому что мне настолько не нравилось сидеть и заниматься. Меня очень любило петь. Но, к сожалению, теория, практика без теории невозможна. Поэтому я думаю, что все, с музыкой закончу, пойду в юридический институт поступать. Юридический? А это в кого вдруг? Это дед. Папа Мин и Лени, он у меня военный прокурор. И вот он поэтому все время очень желал, чтобы хоть внучка, потому что двое сыновей не связали свою жизнь с юриспруденцией, но внучка, значит. И как-то мы с ним в беседах, в разговорах. Мне нравилась, на самом деле, эта идея, потому что я абсолютно гуманитарий. По математике у меня было четыре, потому что я неплохо пела. И все время была и участвовала во всех. А потому что, естественно, всегда участвовала во всех праздниках школы. Поэтому, ну, и очень благодарна, кстати, своей учительнице, потому что она прекрасно понимала, что я дальше пойду в музыкальную школу, в смысле в музыкальный вуз. А если у меня будет тройка, диплом будет испорчен. Поэтому она мне помогла по геометрии, подсунула решение задачи, чтобы на четверку. Потому что все, что на тройку, так как у меня был комплекс отличницы, я все изучала, я все знала, все теоремы, аксиомы, все доказательства. Но это все применить, это было для меня просто из области фантастики. Поэтому, понимая это, я сейчас хочу сказать спасибо огромное, да, потому что диплом не запороли. Вот, поэтому, когда юриспруденция не удалась в силу того, что отец просто вывел меня на большую-большую сцену тогда концертного зала России на Китай-городе. И я поняла, что я влюбилась в эти софиты, в этот свет, в эти аплодисменты. Все это мое эго, конечно, подстегнуло. Но Владимир Сергеевич сказал, хочешь петь, иди девятов. Папин, по-моему, сказал, что хочешь петь, иди, детка, учись. И я поступила в музыкальный колледж имени Шнитки. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.